В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Иордан, участник афинского классического марафона. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, расскажите, как вы попали на этот марафон? На марафон я попал. Наши коллеги из Москвы по работе пригласили поучаствовать в марафоне. Группа у нас до 15 человек была. И я не отказался, с удовольствием принял приглашение поехать в Грецию и пробежать марафон. Какая дистанция у вас была? 42 километра. То есть вы изначально соглашались именно на такую пробежку? На выбор было 3 дистанции – 5, 10, либо 42 километра. Я, конечно же, выбрал полную дистанцию, потому что я уже и бегал марафоны до этого. И, конечно же, в Греции пробежать марафон. Это самый первый марафон. То есть пошло все оттуда, с Греции. И, конечно же, было желание пробежать его. Вы знали, по какой местности будете бежать? Нет, я не знал. Всю информацию я прочитал в интернете. То, что это один из самых сложных марафонов в мире, считается. Потому что перепад высот, местность гористая, дорога идет со спусками то вверх, то вниз. И набор высоты около 300 метров. И плюс жара, конечно же, неимоверная была. И не знал, но узнал только из источников интернета. У вас было время какое-то подготовиться к этой дистанции? Было время подготовиться, да. До этого я пробежал в сентябре, 23 сентября, московский марафон. Полную дистанцию 42 километра. И до марафона, конечно же, я готовился. Живу я за городом, бегаю, соответственно. То есть и маленькие, и большие дистанции. Времени было очень много. Участников много было? Участников было общее количество 40 тысяч человек точно. 18 тысяч на 42 километров. И остальные участники были на 5 и на 10 километров. То есть около 20 тысяч. Но вы хотели, конечно же, победить. Удалось вам это? Да, конечно же, удалось. Я победил. Победил, так сказать, самого себя. Во-первых, я пробежал эту дистанцию с большим удовольствием. И опять же, я пробежал ее на результат. Потому что для меня уже преодолеть марафон, это уже не цель. Для меня цель еще и время, которое я себе ставлю. Но так как я не знал, какая будет дистанция, и как поведет себя организм до такой дистанции. И я доволен своим результатом. 3 часа 9 минут – вообще отличный результат для такого уровня. Из россиян вообще участвовало 50 человек. Я почитал по информации. Я прибежал изо всех четвертой. То есть это такой хороший результат? Хороший результат, да. Это вообще 3 часа 9 минут – это отличнейший результат. Вообще финишировать марафон просто за любое время дается определенное количество времени. Допустим, 12 часов на преодоление дистанции. И вот в течение этого периода участник, спортсмен должен преодолеть эту дистанцию. Он преодолевает, допустим, за 8 часов, но в любом случае он победил. Он выиграл, он победил самого себя. Это преодоление, это неимоверная сила воли, которую человек испытывает. И это в любом случае победа. Из Афин вы привезли с собой медаль. Расскажите про нее. Да, медаль. Вот такая вот интересная медаль. Медаль, она здесь вот в форме. Мы финишировали в Афинах на стадионе, на котором проводились первые Олимпийские игры. Вот. И форма медали, она как раз вот этот вот стадион. То есть стадион Панатино-Икос, если мне не изменять понять. Вот. Стадион вообще, когда мы финишировали на этом стадионе, стадион вмещает до 60 тысяч человек. Вот. Я финишировал, наверное, тысяч 30 уже сидело. Вообще неимоверное количество людей. Все просто аплодируют, все машут, все кричат «Браво!» Вообще греки. То есть очень интересная дистанция в плане того, что по всей дистанции все греки, даже для них национальный праздник, все они выходят на улицу, по всей дистанции стоят, очень много детей аплодируют просто, кричат «Браво!». Это, конечно, меня очень поразило. Вытаскивают свои столы, флаги, машут. Вот. И финишировать на стадионе, когда тебе просто аплодируют, как олимпийскому чемпиону, вешают на вот самый, опять же, вот этот момент, вешивание, то есть на шею медали. Это просто вообще... Медаль, вот она тяжелая, вы можете вот сами потрогать. Ну да, достаточно тяжелая. Вот. И если вешают на медали, это просто вообще... Это такое чувство, что ты просто сходишь вот на трибуну, и ты чувствуешь себя вот олимпийским чемпионом. А расскажите, как давно занимаетесь бегом вообще? Пять лет. И с чего все начиналось? Ну, началось вообще просто с обычной пробежки с утра. Захотелось чего-то нового в жизни. Нет, соответственно, выбор пал на бег. Это вставать, так сказать, даже вставать с утра, то есть подняться, допустим, до работы, не полениться, поставить будильник пораньше, подняться и пробежать пять километров. Все началось с этого, то есть с пяти километров по истечении трех месяцев я пробежал свои восемь километров, и через полгода двенадцать километров. И так все дальше пошло, пошло, пошло. Просто я очень втянулся в бег. Бег – это вообще приключение для меня, потому что я люблю активный образ жизни, то есть природу, спорт, активный, экстремальный даже спорт. И у меня это связано все вот с такими впечатлениями. А тренировки где проводите? Тренировки я провожу, я живу за городом, провожу за городом, соответственно, живу рядом с лесом, бегаю в лес, бегаю в поля, иногда бегаю в Рязань, Кремлю, так сказать, чтобы, опять же, и впечатлиться, новые впечатления, новая дистанция. Вот, бегаем, и в Рязани мы бегаем, клуб любителей бега есть, с ребятами со всеми тренируемся. Вот, мест у нас очень много, Рязанская область большая, огромная, шикарная, в плане природы вообще очень много уникальных мест, куда можно съездить, побегать, то есть и горки, допустим, где-то. Вот, очень много интересных мест. А зимой где тренируетесь? Зимой тренируюсь там же, просто бегаю по снегу. А вот в этом году участниками скольких соревнований вы стали? В этом году я... четыре соревнования, четыре старта для себя я выбрал, это был ночной трейл 50 километров, дневной трейл 35 километров, московский марафон 42 километра и удачно сложившийся внезапно, так сказать, афинский марафон. Самый впечатляющий, наверное, был афинский, да? Вы знаете, все вот эти четыре дистанции, они были все впечатляющие. Во-первых, по 50 километров я пробежал, для меня это был рекорд, я из 500 человек прибежал седьмой, занял первое место в своей взрослой группе, для меня это победа уже, потому что, я говорю, преодоление дистанции, для меня уже это, так сказать, ушло чуть-чуть на второй план, первый план, это уже пробежать на время, и, то есть, я планировал, конечно, на время пробежать, но так быстро и для себя, и выиграть еще, занять призовое место, я не ожидал. Вторая дистанция 35 километров, я также занял второе призовое место, я прибежал 12-й, если не изменять память, из тысячи. Московский марафон был 23 сентября, у меня в этот день рождения, вот, и он вообще традиционный, я бежал его уже четвертый раз. Опять же, я бежал на результаты, выбежать из трех часов, то есть, я пробежал за 2 часа 56 минут в условиях плохой погоды, вот, и, конечно же, афинский марафон, это просто, так сказать, завершение бегового сезона, он выпал внезапно, и, конечно же, появилась возможность, и я не упустил ее просто. Кроме бега, чем вы сейчас занимаетесь? – Кроме бега, я занимаюсь по активности, занимаюсь сапсерфингом, активные туры в Рязанской области. – А что это такое, расскажите? – Сапсерфинг – это, ну, серфинг, если представляете, доска, да, обычная, асап – стендап падла, то есть, встань и греби переводится. Это доска надувная, она надувается, человек на нее встает, берется весло, не как у байдарки двойное, а одинарное, и, соответственно, человек стоя, сначала сидя начинает, а потом уже стоя начинает грести, так сказать. Это, опять же, и спорт, и медитация, и исследование природы, можно подплыть этот тихий вид, бесшумный, так сказать, но в то же время можно и упасть быстро, потому что нужно баланс держать. И очень впечатляющий вид, потому что это просто каждый раз новое ощущение, даже если я умею, но все равно это все по-новому всегда происходит. Ну, плаваете где, в основном, озера или реки? Мы плаваем и по рекам, то есть, в основном плаваем сейчас по озерам, потому что каждый озеро, оно по-своему уникально, везде своя природа, везде своя красота. Вот, интересно исследовать вообще каждое озеро. И у нас в Мещор, в нашем парке, в национальном парке Мещора, у нас очень много озер по склепке. Каждое озеро, оно вообще уникальнейшее, и природа, и сам факт того, то, что вот путешествие от точки, да, то есть, мы приезжаем, допустим, проходим этот путь, все общаемся, то есть, новые знакомства появляются, вот, очень интересно. Ну, что такого открыли все для себя интересного в Мещоре? Не выезжай, так сказать, за переделы города области. Ну, что открыл? Я открыл для себя каждое озеро, на котором я был, но открыл я его, вот, мы открыли его с другой стороны, стоя на доске. Стоя, ты стоишь на доске, ты смотришь на природу, ты любуешься ей. Потому что на байдарках, на лодках все плавают, а этот вид, он совершенно новый, и это совершенно новые впечатления, которые связаны, я говорю, с каким-то там падением, либо еще что-то. Вот, и каждое озеро, это все, каждый раз новое открытие, понимаете? Природа меняется, осенью, допустим, это золотая природа вообще, это шикарнейшая природа, золотые листья, холодная вода, конечно же, вода прозрачная. Падать страшно. Падать страшно уже, да. Весной – это распускающаяся природа, когда нет листьев, допустим, на деревьях. Летом все это бушует, все это краски, допустим, либо идет там небольшой дождик, облака. Просто это невероятно. А семья как-то ваше спортивное увлечение поддерживает? Поддерживает, да. Иногда, конечно, чуть-чуть, так сказать, говорят, Дима, не нужно, но я все равно делаю по-своему. Побереги себя, говорят, да? Ну, в любом случае, конечно же, за меня беспокоиться, потому что и бег, и всякая активность, любой спорт, он, конечно же, и травмоопасный. Мой бег, я бегаю один иногда, да. То есть убегаю и ночью в какие-то места. То есть, конечно же, это очень опасный вид. И человек должен быть и физически, и морально, духовно подготовлен. Конечно же, экипировка должна быть соответствующая. Вот, и потому что в крайней экстремальной какой-то ситуации, чтобы и сделать самые необходимые элементарные вещи, обезопасить себя просто. В следующем году куда бы хотели поехать, на какие соревнования? На следующий год у меня запланировано уже пара соревнований. Это будет в феврале в Ростов-Великий. Опять же, вот все связано с бегом. Бег – это приключение, которое… Это, допустим, приключение здесь, я бегаю у себя в поселок. А бег – беговой туризм. Это каждый город, это каждое открытие. Постоянно куда-то ездим. В любые города, в любые страны можно ездить. Совмещение приятного с полезным. Отпуск, так сказать. Вот, и я поеду в Ростов-Великий. Это будет трейл, там 40 километров. Вот, я планирую, конечно же, выбежать на результат. Потому что у меня из этой серии уже есть два призовых места. Вот, хочется попасть уже в результат. В том году я бегал 70 километров на первый зимний трейл. Вот, и, конечно же, все отлично, все преодолели. Но сейчас, так как скоростные качества есть на короткие дистанции, я планирую, то есть, поехать, пробежать. И хотелось бы выиграть. Еще какие-то планы? Летом куда хотите ехать? Ну, на лето еще один старт запланирован. Это первые 100 километров. Все-таки хочется, опять же, чего-то нового. Открытие, так сказать, своих сил, способностей. Организм уже физически приспособлен к работе, к многочасовой, так сказать, активности. Вот, хочется уже открытия чего-то нового. И, конечно же, нужно увеличивать. Но, опять же, я торопиться не буду. Дается, есть время. Я не планирую, конечно, сломя голову бежать. Вот, а хочется вот это вот приключение. Потому что мы, я буду бежать не один же, мы будем бежать в компанию. Это новые знакомства, новая поддержка. Бегуны – это очень позитивные люди. Все друг друга поддерживают, все друг друга уважают. И просто, конечно, бегуны – это космические люди. Ну, я вам желаю, чтобы все ваши планы воплотились. У нас в гостях программы «Городские встречи» был Дмитрий Иордан, участник Афинского классического марафона. Спасибо, что пришли. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин